Это Mercedes 2240 PS. Автомобиль был произведен в 1910 году. Такой же был у императора Николая II. Ручная коробка переключения передач. Здесь 4 скорости и 1 скорость назад. А это ручник. Управление зажиганием и газом. Причем газами могу управлять как на руле, так и маленькой педалью внизу. Это ручной бензонасос, чтобы накачать топливо. Педаль сцепления и две педали тормоза. Дело в том, что каждая педаль управляет левой и правой стороной. А теперь самое интересное. Давайте откроем капот. 4 цилиндра. Объем двигателя 5,6 литров. Правда, при всем при этом расход топлива между 10 и 15 литрами. Мощность двигателя 40 лошадиных сил. Объем топливного бака 100 литров. А это заднегабаритный огонь со звездой. Основные фары электрические. Дополнительные фонари газовые, которые вы могли взять в руку и унести с собой. Даже клаксон. Это целое произведение искусства. Духовой инструмент. Покрышки Dunlop. Диаметр 1,2 метра. Автомобиль действительно очень красивый. Отделан латунью, а все полоски нарисованы вручную. В ящик для хранения и сюда мог поместиться айфон 1. Роскошный кожаный салон. В те времена руль у автомобиля был справа точно так же, как у яхт. Дело в том, что качество дорог было очень плохое и водитель должен был следить за обочиной. Просторный диван сзади. Два дополнительных сидения, однако их можно было сложить. Посмотрите, какая сложная механика складывания этого сидения. Вуаля! И у вас осталось пространство для ног. А также еще одно дополнительное небольшое сидение. Mercedes это всегда желанные автомобили, на которых ездили императоры. Редактор субтитров А.Семкин